Друзья мои, спасибо вам огромное за теплые отзывы после моего видео о достоинстве. А мы продолжаем дальше. Настя, задавай вопрос. Алина из Самары спрашивает, что такое гной? О, хороший вопрос. Буду гореть долго на него, отвечать на него. Итак, мы должны понимать, что когда иммунная система начинает работать над патологической тканью, она направляет туда все силы. С этим связан воспалительный процесс и все остальные сопутствующие. И те силы, которые направлены на убийство, неважно опухоли или группировки какой-то, они идут до конца. Вот нейтрофилы, например, это как 300 спартанцев. Они жертвуют своей жизнью ради того, чтобы убить врага. Вот если бы я себе делал татуировку какую-то, то я бы писал нейтрофил. И то, что мы получаем в результате какого-то свища, свища какого-то фурункула огромного или внутреннего гнойного, это целиком и полностью работа, чудесная работа, друзья мои, потрясающая работа нашей иммунной системы. Потому что наша биологическая машина является верхом творения. Верхом творения. Любое живое существо, но человек, который имеет эту биологическую потрясающую машину плюс ум и интеллект и духовную направленность, он является действительно высшим созданием природы. И иногда, когда я думаю, ну вот в других галактиках, в другие планеты какие-то, еще что-то это самое, я думаю, что человек это венец творения. И он может все, но не хочет. Мы об этом уже говорили и будем говорить, почему не хочет, как не хочет. И вот возвращаясь обратно к гною, я хочу сказать, что появление гноя, это говорит о том, что это свершилось и что-то было убито. Этому надо радоваться. А кто задавал? Алина? Алина. Да. Вот Алина, я хочу вам сказать, что... Как правило, человек видит только то, что у него перед носом. Он не хочет видеть ни стратегически, ни тактически, вообще никак. А умный и далеко видящий человек, он должен понимать, что если он встал на путь физического исцеления, то ему не избежать ни гноя, не избежать мучений, не избежать страданий. И только таким образом он может убить все патологическое и добиться результата. Альтернативы в этом плане нет. Мне очень жаль, что нас с вами так мало, друзья мои, которые действительно что-то делают. Ну, видимо, значит, повторюсь еще раз, мы с вами избранные. Выздоравливайте, смотрите мои видео. На сегодня все.